МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот небольшой монастырь в Древнем Осташкове всегда находился в тени своего прославленного по всей Руси соседа Нилостолобинской пустыни. Своё название, как и эта обитель, получил по имени острова на озере Селигер, на котором был основан три столетия назад. Позже построенная дама превратила остров в полуостров, сделав Богородицкий жительный монастырь в честь Смоленской иконы Божьей Матери еще ближе к людям. И эта не столько территориальная, сколько духовная близость сохранялась всю долгую историю обители. В старину на вратах крепости Осташкова размещался живописный образ Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, которая почиталась покровительницей города. Когда в начале 18 века случился пожар, Осташковская крепость сгорела, но образ нашли на попелище нетронутым. И в честь явленного чуда жители решили основать на острове Житное монастырь в честь Одигидре. Основанный как мужской, в наши дни монастырь возродился женской обителью. И эта перемена была промыслительной, потому что главным служением населец Житиного монастыря стало истинно женское призвание – забота о детях, а позже о матерях с детьми, оказавшихся в беде. Они появились все в немощи, все в бедности пришли. И среди них даже вот сейчас детские с нами. Они закончили нашу школу, они выучились. Некоторые у нас работают, некоторые у нас работают специалистами, кто-то рабочими работает. Все равно они от нас не отходят, далеко не отходят. Мы как-то все равно как семья, как родственники, близкие. Самое главное достижение – то, что они находят свою дорогу и то, что они точно знают, что хорошо, что плохо. Я хотела бы поблагодарить нашего дорогого благотворителя Михаила Валерьевича Кузовлева, который с любовью все это построил для нас, с любовью к детям. Он любит деток, он очень тепло к ним относится и принес такой дар. Такой дар – это построенный на деньги благотворители меньше, чем за два года комплекс жилых и учебных зданий для монастырского социального приюта под трогательным названием «Дочки-матери». Его торжественное открытие предварил молебен в домовой церкви приюта и награждение епархиальными и губернаторскими наградами всех причастных к этому благому делу – строителей и жертвователей. Нагрудным знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской награждается первый заместитель председателя правления Нашиханов Банка Российской Федерации Кузовлев Михаил Валерьевич. Включает награду заместитель правительства Тверской области В 쉬я награду – сыграет «Дочка-материа». Участие в торжествах многих людей, известных далеко за пределами верхней Волжья, представителей областного правительства и трех владык Тверской метрополии, подчеркивала особую значимость события. Не случайно чин освещения новых помещений провел лично митрополит Тверской и Кашинский САБА. Сегодня, наверное, событие, которое знаково не только для Тверской епархии, но и для Тверской области, Тверской митрополии, но, я думаю, что и для всей Русской Православной Церкви, потому что этот приют, который сегодня построен руками неравнодушных людей, он уникален. Уникален в каком плане? Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы дети безбедно находились, чтобы они здесь получали нужное воспитание. Воспитание, основанное, в первую очередь, на заповедях Божьих. И я думаю, что выпускники этого заведения, этого дома будут достойными сынами и дочерьми Отечества нашего. Мы еще на один шаг ближе к тому, что дети наши, о которых я неоднократно говорил и говорю, имеют возможность крова, имеют возможность воспитания достойного, но имеют свое будущее. И если кто-то в мыслях своих имеет убить чада в очреве, то я хотел бы предупредить и попросить, не убивайте, приносите в наш этот дом, мы здесь их воспитаем, и они станут замечательными людьми. Поэтому хотелось бы, чтобы было меньше зла на нашей земле, а больше добра. А добра будет больше, когда мы будем с вами иметь этих детей здоровыми, красивыми и счастливыми. Ведь дети – это плод любви. Если детей мало, значит, любви мало, значит, она иссякает. Пускай любовь будет всегда в нас, и дети появятся здоровые, красивые и хорошие. Слова «любовь», «дети» и «счастье» в этот день звучали, пожалуй, чаще всего. Глядя на светлые и просторные холлы, аккуратные учебные классы, скромные, но оборудованные всем необходимым для комфортной жизни жилые комнаты, уже сложно представить, что еще совсем недавно монашки жертвовали кельями, чтобы дать приют оставшимся без крови и поддержки. Жили в тесноте, но не в обиде. По 5-6 человек в небольшой комнате. Нянчили малышей в монастырских ясельках и детском саду. И давали полноценное среднее образование в монастырской школе. Насельница жительного монастыря Инна Кенефадея, которая, оставшись без крыши над головой, пришла в обитель 12 лет назад с 6-летним сыном Андреем, говорит, что этот шаг сделал ее и сына счастливыми. Я была совершенно самой обыкновенной мирской женщиной. С самыми обыкновенными, общепринятыми мирскими взглядами на жизнь. То есть семья, дом, ребенок, работа, телевизор, друзья. Общепринятые развлечения в миру. Ничего, чтобы я была как-то чрезмерно религиозной, этого не было. Я знала, что есть Бог, читала Библию. А вот именно рождение ребенка, как-то по-другому, я стала по-другому смотреть вообще на окружающее, происходящее вокруг меня событие. И в какой-то наступил такой момент в нашей жизни с Андреем, он наступил критический момент. Действительно, мы с ним попали в тяжелое социальное положение. И, по сути дела, был только один выход. Это или ребенка, значит, мы остались без крови. Без крови у нас. И я попыталась в миру как-то устроить свою жизнь. Ну, там такой, предлагали такие государства, государства или там, ну, как там, организации. Или я его должна сдать в приют, сама жить отдельно, то есть бросить ребенка. Это невозможно. Или я должна была его на несколько месяцев, 3-4 месяца отдать в приют, а сама устроиться там как-то на работу. Это было бы возможность, при этом условии, что у нас было бы жилье. Но жилье у нас не оказалось. Переезжали с монастыря в монастырь, и как-то вот приедем в монастырь, там познакомимся, паломницкой живем, познакомимся с какой-то паломницей. Он говорит, там есть какой-то монастырь. Мы переезжаем в другой. И вот мы таким образом узнали, что есть такой монастырь, где живут дети и живет попугай говорящий. Вот. И мы сюда приехали. Это была зима, снег, мороз. Заходим в монастырь утром. Это где-то было 7 или 8 часов утра, с поезда только мы приехали. Заходим в монастырь, и Андрей заходит и говорит, мама, это же детский садик. Я отсюда никуда не уеду. Чем этот монастырь, скажем так, универсален и уникален, что здесь действительно мамам дают выбор. Здесь не принуждают становиться монахинями. Вот. И не выталкивают из монастыря, если мама еще не восстановилась. А на восстановление может уходить годы. Ни один месяц, ни три месяца. Вот, например, в государственных учреждениях такого типа, там конкретно там 3-4 месяца, все. И вы должны устроиться. Андрей поступил сюда в первый класс. Сейчас он учится в 11 классе. Когда мы сюда приехали, у Андрея была большая задержка речи. Нам даже врачи и педагоги сказали, что его ждет только специализированная школа. Для речевая специализированная школа. Сюда мы приехали, здесь был педагог первого класса, Анна Федоровна. Она была логопед. И она с ним стала заниматься. И сказала мне, как маме, говорит, вы знаете, говорит, у вашего сына действительно такая редкая и большая задержка речи, что если он у вас по русскому языку будет получать 3, вы, говорит, не волнуйтесь. Это для него все равно что пятерка. Ну, вот на данный момент у меня, у Андрея по русскому языку 4,5. Вот, он не отличник, почти отличник. Учится очень хорошо. Он собирается поступать в университет, на исторический факультет, чтобы стать учителем. А еще Андрей играет на гитаре и солирует в танцевальной группе «Дробушки», которая радовала всех гостей праздника. Вообще все дети, которые нашли приют в монастыре, поют, танцуют и видно, что получают от этого неподдельное удовольствие. Может быть, поэтому их с радостью зовут на различные творческие фестивали и праздничные площадки. Свою нишу находят в монастыре и их мамы. В обители востребован труд любого человека, здорового и немощного, с высшим образованием и неполным средним. Здесь нет штатных психологов, которые есть в государственных кризисных центрах. Но люди в монастыре действительно становятся счастливыми, потому что нужны друг другу и живут в окружении любви и молитвенного слова. И эта любовь не ограничивается Осташковской землей. В обитель приезжают мамы с детьми со всей России. Сегодняшнее событие, которым мы все сейчас присутствуем, является знаком для нашего района, для нашего города. Я больше того бы, я сказал, что оно историческое для нашей территории. А дляца муниципальной власти я хотел бы поблагодарить тех людей, которые приняли в свое время мудное решение и решили профинансировать данное событие. Я говорю большое спасибо строителям, которые воплотили в жизнь и довольно качественно данный объект. Для нас монастырь женский не просто территория, где живут люди, которые веруют в Бога. Для нас монастырь – это источник добра, тепла и любви, которая распространяется на всю нашу территорию. Но я думаю, что даже и на соседние районы тоже с лихвой хватает любви нашего монастыря. Я считаю, что источником этой любви и тепла, безусловно, и заслуга является нашей игуменью Елизавете, которой мы желаем долгие-долгие годы счастья и благополучия. Праздник, который состоялся, это является, как действительно это не странно может показаться, одним из элементов реализации проекта, который, во-первых, провозглашен был президентом Российской Федерации и который очень активно провозглашается губернатором Тверской области – это развитие демографической и семейной политики. Вот создание условий для детей, причем оказавшихся в трудной жизненной ситуации, изменив их судьбу, по сути дела, поселив их в семью, и дать возможности воспитываться в семье, тем самым потом, дальше, реализовать себя точно так же, создавая семью, и, видимо, семейные ценности будут преобладать. Это как раз один из важнейших элементов демографической политики. Но действительно, когда это происходит в монастыре, это здесь заслуга всех. Ну, с одной стороны, безусловно, есть коллектив очень увлеченных, и людей, которые служили, вот это их служение, то есть они посвятили свою жизнь в том числе и воспитанию детей, и образованию их, как основному, так и дополнительному. Но одним им с этим было бы, конечно, не справиться, наверное, если бы не появились здесь, во-первых, благотворители, появились люди, которые сочли необходимым внести свой вклад. Правительство Тверской области тоже в меру своих возможностей всячески оказывает поддержку вот таким мероприятиям. Есть участники, каждый из них вот в этом партнерстве важен. Ну, в чем его важность состоит? Без одного партнера этого бы не произошло. А когда они все есть, это все происходит. И это действительно произошло. Монастырский приют, где сейчас живут 70 мам и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обрел новый дом, в котором смогут разместиться 130 человек. И значит, счастливых людей в мире станет немного больше. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok